Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами продолжаем читать вторую книгу Ездры. Эта книга не каноническая. Я буду читать из синодального перевода, потому что других переводов на русский язык этой книги нет. И чтобы было понятно, что происходит в седьмой главе, давайте вспомним, что же происходило в шестой главе. Царь Дарий издает указ, который разрешил вновь начать строительство Иерусалимского храма. И вот седьмая глава как раз и рассказывает о завершении этого строительства и то, что происходило после строительства. Ну, давайте читать. Итак, тогда Сесини, правитель Келли и Сирии, и Финики, и Сафраузан, и товарищи, следуя повеления царя Дария, усердно приняли за святое дело, помогая старейшинам и священачальникам иудейским. И успешно шло святое дело при пророчествах пророков Агея и Захария. Ну, святое дело – это восстановление храма. Пророки, которые здесь названы, Агей и Захария – это те самые пророки, которых книги есть в Ветхом Завете. Агей был призван, скорее всего, раньше, Захария – чуть позже, но они были единомышленниками и современниками. Именно Агей был тем человеком, который призвал евреев возобновить строительство храма. И далее говорится о том, что все совершилось по повелению Господа Бога Израиля и по воле Кира, Дария и Артаксер, цесарей персидских. Ну, если быть точным, то, скорее, все-таки при Дарии, потому что Кир разрешил вернуться, а Дарий постановил восстановить Иерусалимский храм. Окончить Святой Дом к 23-му дню Месса Адары на 6-й году царя Адария. В других книгах упоминается другая дата, но это понятно, потому что мы читаем все-таки неканоническую книгу, и между каноническими книгами и неканоническими может быть расхождение. И далее говорится о том, что сделали сыны Израиля, священники, левиты и прочие, возвратившиеся из плена, которые были представлены, все понаписано в книге Моисея. Книга Моисея – это, естественно, пятикнижие. И что они сделали? То есть, правильно начали приносить жертвы. В книге Левит в начале этой книги более подробно рассказано об этих жертвоприношениях, какую жертву нужно приносить по тому или иному случаю, тому или иному человеку, в зависимости от его благосостояния. Принесли в жертву на обновление храма Господня 100 валов, 200 овнов, 400 агнцев, 12 козлов, за грехи всего Израиля, по числу 12 колен израильских. Ну и здесь, что интересно, конечно, жертва огромная, 100 валов для Израиля, который не был богатой страною. Это, конечно, действительно очень большая жертва. Хочу обратить ваше внимание, 12 козлов за грехи всего Израиля. Здесь говорится, что колен израилевых 12. На самом деле, колен израилевых 13, потому что мы знаем, что праотец Иаков усыновил двух сыновей Иосифа, и вот таким образом получилось 13 колен. 12 колен получили землю, 13 колено колено левее земли не получило. Ну вот поэтому и 13 колено, хотя земля разделена действительно на 12. Но к тому времени, когда происходят вот эти события, 12 колен уже не было, потому что после Соломона единое царство Израиля распалось на две части, две остались на юге и 10 на севере. Вот эти 10 северных колен, их в 722 году захватили ассирийцы, депортировали в разные части Ассирийской империи, и они там просто-напросто растворились. И поэтому, когда евреи вернулись из Вавилонского плена, вот эти два колена вернулось, колено Иуда и колено Вениаминова, ну точнее даже три, потому что еще и левиты возвращались, третье колено, то уже вот этих 10 колен, как каких-то там определенных единиц, уже не было. И евреи, вернувшись из Вавилонского плена, расселились по разным местам бывшего Ханаана, Палестины. И, например, мы знаем, что Иосиф, обручник Девы Марии, жил в Вифлеем, прошу прощения, жил в Назарете, хотя сам он и происходил из колена Иудовы, а колено Иудовы вот как раз жило где в Вифлеем. То есть они жили в разных местах, поэтому уже 12 колен не было. Но вот это вот чувство, что Израиль – это общность этих колен, оно у евреев оставалось. И поэтому, когда приносились вот эти 12 козлов, эти 12 козлов приносились за весь Израиль, то есть тот Израиль, который сохранился. «И стояли священники и левиты по племенам в облачении пределах Господа Бога Израиля, согласно с книгами Иисея, и привратник перед каждых вратах». Что за племенам? Значит, когда Бог избрал колено Левия для служения в Скинии, а потом в храме, то к тому времени избрания все колено Левия состояло из нескольких родов. И каждому роду было дано определенное служение. И вот эти племена, священники и левиты по племенам, скорее всего, имеется в виду, что они стояли в память о тех первых родах сынов Левия. Привратники – это, скорее всего, привратники при дверях храма. У них тоже было служение, потому что они должны были следить, чтобы не вошли на ту территорию, которая отделена от остального мира, те, кто не посвящен. Хорошо. Далее рассказывается о празднике Пасхи, празднике опресноков. И устроили возвратившиеся из плена сыны Израиля Пасху в 14 день первого месяца, когда очистились священники и левиты вместе. Значит, давайте здесь разберемся. Первый месяц – это месяц Авив и месяц Ниссан. Действительно, книга «Исход» повелевает праздновать Пасху в 14 день этого весеннего месяца. И люди, которые участвовали в пасхальной трапезе, потому что кроме храмового богослужения, где приносилось определенное количество жертв, еще было богослужение дома. И вот чтобы участвовать в этом домашнем богослужении, в пасхальном богослужении, люди должны быть чистые. Это имеется в виду ритуальная чистота, то есть они не должны быть больны какими-то кожными заболеваниями, они должны были прикасаться к мертвому телу, или у них не должно быть кровоточений из органов, которые находятся ниже пояса. Но особо важно, чтобы была чистота у священников и левитов, потому что если священник и левит были ритуально нечисты, то они не могли приблизиться к жертвеннику и участвовать в храмовом богослужении. Поэтому здесь говорится о том, что священники и левиты очистились. Как происходило очищение? Нужно было дождаться конца дня и совершить ритуальное омовение. После этого человек становился ритуально чистым и мог участвовать в богослужении. И все сыны пленения, потому что очистили левиты, все вместе очистились. Исследователи обращают внимание на этот 11 стих, говорят, что он не очень понятно, что имеется в виду, потому что вроде повторяется то, что было сказано раньше. И наш русский перевод достаточно свободен. Ну, смысл именно в том, что те, кто участвовал в Пасхе, были ритуально чистые. Закололи пасхальных агнцев для всех снов в плен, а для братьев своих, священников и для себя самих. Ну, имеется в виду, это сделали священники и левиты. Значит, пасхальные агнцы закалывались, готовились, и в течение пасхальной ночи их съедали. Участники вот этого семейного богослужения. Об этом достаточно подробно говорится в книге Исход. Не будем здесь останавливаться. 12 глава именно об этом. «И ели сыны Израиля, возвратившиеся в плен, а все, которые удалились от мерзости народов земли, взыскали Господа». Вот здесь интересно, мерзости народов земли – это идолопоклонство. И что интересно, если читать книги, описывающие историю еврейского народа до вавилонского плена, до 586 года, и после вавилонского плена, очень четко видно, до плена они постоянно впадали в идолопоклонство. Вот как раз шли вслед мерзости народов земли. Вот это проблема была у них. Как только они вернулись из плена, или там даже точнее оказались в плену, а потом вернулись, вот ни разу не говорится, что евреи стали поклоняться языческим богам. То есть вавилонский плен – это то место, которое вылечило евреев от этой заразы. Да, у них потом были проблемы, об этом говорят книга пророка Агея, книга пророка Захария, книга пророка Малахии, но уж точно это было не идолопоклонство. То есть народ, который вернулся, он действительно взыскал Господа. И праздник опресноков семь дней радуясь пред Господом. Значит, что за праздник опресноков? Когда евреи выходили из плена, то они с собой захватили заквашенное тесто. Но и они там, ну, можно понять, что там в какой-то первый день они там испекли. Но дальше они не могли заквашивать, потому что квашня требует спокойного, а евреи двигались, а хлеб был нужен, и поэтому они пекли хлеб без закваски, то есть опресненький. Или, как мы знаем, называется маца. Вот, смешивали муку, воду, иногда добавляли соль, иногда просто без соли, смешивали и тут же выпекали. Такой хлеб, конечно, может быть не очень вкусный, не очень там его хорошо жевать, твердый, но этот хлеб можно приготовить достаточно быстро. И вот этот хлеб называется опресненький. Значит, и евреи в воспоминании того, как они выходили из землеобетованной, в течение следующих семи дней после Пасхи должны были есть вот эти опресники. И вот здесь упоминается семь дней. Если считать Пасхой, это восемь дней, ну, семь дней после Пасхи ели опресники. Потом, после окончания семи дней, они начинали готовить обычный хлеб, но вот это требование было очень строгое. Все квасное должно быть уничтожено. И они праздновали, радовались о том, что он, то есть Бог, обратил к ним, к евреям, сердце царя сирийского, чтобы укрепить руки их на дело госту, бога Израилева. Вроде понятно, но давайте кое-что здесь разберемся с царем ассирийским, потому что если здесь идет речь о 20-х годах 6-го века, то это очень странно, потому что Ассирия исчезла в истории где-то за 100 лет до этих событий. Это был 7-й век, ну и понятно, что никаких царей ассирийских вроде бы не было. Кто имеется под царем ассирийским? Это имеется, конечно, в виду цари персидские. Они были своего рода преемниками ассирийских царей, а Ассирия очень долгое время для евреев была врагом. То есть там такое объяснение. Ага, вот наши враги стали теми, кто нам помогает. Ассирийцы, царь ассирийский стал помогать его сердце обратилось к Господу. Вот, поэтому здесь упоминается царь ассирийских. На самом деле, конечно, имеется в виду царь персидский. Если уточнять прямо точно, это Дарий. Вот, мы с вами прочитали седьмую главу, в ней рассказывается об окончании строительства храма, об его освящении и праздновании Пасхи и опресноков после этого восстановления храма. Спасибо за внимание, меня зовут Дмитрий Берч Добыкин, мы с вами были на библейском портале Экзегет. Всего доброго, до встречи. Добавил субтитры, Добавил субтитры, Добавил субтитры, Добавил субтитры,